Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале Универтв. Характеризуя нынешние состояния мировой политики и экономики, сложно удержаться от термина «всё увеличивающей турбулентности будущего», непредсказуемости и хаотичности событий. Альянсы страны распадаются, старые связи разрываются, мировая экономика на грани нового глобального кризиса. Есть устойчивое мнение, что связано это со сменой старого пятого технологического уклада на новый шестой. Шестой технологический уклад характеризуется развитием робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологий, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем и ещё много всякого другого, что займёт весьма продолжительное время просто даже при перечислении. Смена технологических укладов в истории практически всегда характеризовалась высокой хаотизацией в виде неких войн, революций и прочих весьма нежелательных эксцессов. Впрочем, есть мнение о авторитетных учёнях, что на этот раз есть основания избежать или хотя бы нивелировать такой пессимистичный сценарий. При этом наука и новые образовательные технологии в данном контексте должны сыграть решающую свою роль. Итак, сегодня в программе. Встреча президента Республики Татарстан Рустама Мениханова с ректорами вузов и руководителями научных учреждений Республики Татарстан по итогам 2018 года и по случаю празднования Дня Российской науки. Заседание наблюдательного совета Казанского федерального университета. Министр сельского хозяйства пожаловал в гости к нам. Сельскохозяйственная тема в университете набирает свои обороты. Онкология – это страшный диагноз, и во всем мире пытаются справиться с этой бедой. Виртуальные образовательные технологии в медицинском направлении активно внедряются в Казанском федеральном университете. Президент Рустам Мениханов в Казанском федеральном университете провел встречу с ректорами вузов и руководителями научных учреждений Республики Татарстан по итогам 2018 года и по случаю празднования Дня Российской науки. И в этот же день Рустам Мениханов принял участие в заседании Наблюдательного совета Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете состоялось расширенное заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Знаменательно, что заседание прошло именно 8 февраля. В этот день в России празднуют День Российской науки. В рамках заседания гостям были представлены разработки приоритетных направлений КФУ. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров познакомил почетных гостей, в лице президента Республики Татарстан Рустам Мениханова и заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Марины Боровской с ведущими научными проектами вуза, заслуживающие особого внимания. На данный момент Казанский университет является инновационным центром технологического развития региона. Занимается подготовкой кадров и научными работами для всех направлений реального сектора экономики. Россия одна из самых быстро развивающихся в науке стран. Перед исследователями стоит амбициозная задача обеспечить технологический прорыв. И для этого создаются все условия. Я бы просил вузы, научные учреждения совместно с нашими промышленными предприятиями, организациями, малым бизнесом объединить усилия по участию в национальном проекте «Наука», внести свои предложения. Национальные проекты дают нам огромные возможности. Рустам Миниханов также внес предложение увеличить число студентов, проходящих обучение, на грантовые средства. Кроме того, им было предложено повысить количество короткосрочных программ стажировок. Как пример, Рустам Миниханов привел республиканскую программу грантов «Алгарыш». По ней ежегодно обучается около 250 студентов, начиная с 2006 года. «Считаю необходимым увеличить охват обучающихся и количество краткосрочных стажировочных программ. Мы на самом деле более эффективно могли бы эти деньги использовать. Уезжает надолго. Я думаю, что наши вузы по своему потенциалу могут готовить специалисты не хуже лучших центров. Но было бы более правильно, если мы максимально точечно давали какие-то образовательные программы, стажировки нашим студентам». Ректор КФУ, в свою очередь, представил доклад об исследовательской деятельности Казанского университета, рассказал о результатах и перспективных проектах. «Восемнадцатый год был особенным. В частности, во исполнении майских указов президента России в рамках проекта «Наука» был подготовлен ряд национальных проектов, которые напрямую касаются всех нас. И в том числе, и, как вы сказали, расстановляющие нашу республику, поскольку, я думаю, реализация их будет способствовать и увеличению конкурентноспособности республики в целом. Целью проекта «Наука», кроме прочего, является обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития». На данный момент в УЗР Татарстан по численности студентов занимают первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое место по России. Регион является привлекательным не только для российских абитуриентов, но и для иностранных граждан. «Прошлый год был отмечен также колоссальным увеличением приема иностранных студентов, так, например, Казанский федеральный университет принял достаточно большое количество иностранных студентов, и сегодня их обучается 7155 из 98 стран мира. Мы занимаем второе место в стране по количеству иностранных студентов после РДН. «По сравнению с 2017 годом рост составил 21%. Аналогичная ситуация с увеличением численности иностранных обучающихся наблюдается и во многих других ведущих вузах нашей республики. Татарстан, где сегодня обучается более 14 тысяч иностранных студентов, как президент нашей республики отметил уже, входит в пятерку российских регионов по числу иностранных студентов после Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Новосибирской областей». Стоит отметить, что заседание проходило в расширенном формате. Среди участников встречи были представители Академии наук Республики Татарстан и Академии наук Российской Федерации. Перед участниками выступил президент Академии наук Республики Татарстан Максим Салахов. По его мнению, общепринятый взгляд на науку в России обязательно будет изменен. «Взгляд на науку должен быть изменен, потому что он фактически сводит на нет приоритет честного труда как такового. Об этом говорил Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по науке и образованию при президенте в ноябре прошлого года. Убежден, мы сможем эффективно решать задачи национального уровня, если ученые, в целом наука будет пользоваться безусловным доверием, поддержкой со стороны общества и со стороны всех наших граждан, со стороны России в целом». «Это ключевое слово «доверие» имеет не только отношение к научной сфере. Сегодня многие сходятся в том, что доверие – это ключевая характеристика современного общества. Именно уровень доверия к общественным институтам и государству во многом определяет прогресс. И вот опыт свидетельствует, что общества с высоким уровнем доверия являются экономически более развитыми». Сейчас перед научным сообществом России, в том числе и Республики Татарстан, стоит самая важная задача за всю новейшую историю России. Речь уже не идет о том, что исследователи в принципе способны помочь противостоять вызовам, стоящим перед страной. Речь о том, что ученые должны обеспечить технологический прорыв России. «Все, что сегодня происходит в виде национальных проектов, в виде создания центров мирового уровня, в виде интеграционных процессов, безусловно, является тем самым стратегическим вектором, который бы хотелось, чтобы был поддержан нашим научным академическим сообществом». Говоря о том, как сегодня предстоит развиваться вот этому совместному такому пулу научно-образовательных организаций, мы в первую очередь ориентированы на стратегию регионов и на стратегию тех, собственно, субъектов, которые видят эти задачи и понимают. И вот сегодня мы проходили по этой выставке, через каждую научную проблему происходит решение задачи, проблем отрасли, территории, региона. Мы видим, как сегодня эти проекты должны помочь нам в этом и решить, собственно, перейти в производственную и индустриальную сферу, чтобы создать соответствующий эффект. Поздравив всех собравшихся с профессиональным праздником, почетные гости переместились на заседание наблюдательного совета Казанского университета. В этом году состав наблюдательного совета коснулись изменения. Свои полномочия сложили с себя Николай Никифоров и Наталья Третьяк. Появились также и новые члены. Это заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская и директор департамента комплексных программ и проектов Министерства науки и высшего образования Евгения Степанова. В рамках заседания Ильшат Гафуров проинформировал членов наблюдательного совета о том, что все плановые показатели дорожной карты были выполнены. До 2018 год общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ заметно вырос и приблизился к 2 миллиардам рублей. Существенная часть НИОКР университета формируется за счет контрактов с реальным сектором, ведущими зарубежными и отечественными компаниями. Особо ректор КФУ отметил поддержку членов наблюдательного и попечительского совета в генерального директора ТАТНЕФ Наиля Маганова и генерального директора ТАИФ Альберта Шигабудинова. Казанский университет каждый год увеличивает качество научных продуктов и, конечно же, работает над применением своих разработок во время создания трансляционных площадок внутри университета. Число подобных площадок на 2018 год достигло 25. Всего лишь за один год КФУ открыл 8 новых объектов. К 2020 году количество данных трансляционных площадок планируют довести до 35. Стоит отметить, что на данный момент университет закрепился в мировых рейтингах и смог расширить список предметных областей в КУЭС и ТИЮЧЕЙ с 13 направлений в 2017 году до 18 в 2018 году. В прошедшем году значительные средства были направлены на развитие и оснащение инфраструктуры. Так были отремонтированы университетская поликлиника, главное здание КФУ и ряд учебных зданий. Объекты оснащены необходимым научным и медицинским оборудованием. Всего на эти цели было израсходовано 885 миллионов рублей. Увеличились и показатели заработной платы сотрудников. Средний показатель оплаты труда профессорско-преподавательского состава более чем в два раза превысил среднюю заработную плату по республике. Кроме того, члены совета одобрили участие КФУ в национальной ассоциации обучения предпринимательству и ассоциации «Некоммерческое партнерство» Камский инновационный территориально-производственный кластер. Был также утвержден план финансово-хозяйственной деятельности, подтверждено необходимое строительство новых общежитий для студентов Казанского университета, а также рассмотрены отдельные вопросы, связанные с использованием инфраструктуры КФУ для улучшения качества жизни учащихся. Закрывая встречу, Лешат Гафуров пригласил всех членов совета принять участие в праздничных мероприятиях, которые будут посвящены 215-летию Казанского университета. Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов прибыл в Казанский университет, чтобы ознакомиться с ходом научно-исследовательских работ в области сельского хозяйства. Марат Ахметова ректор университета Лешат Гафуров ознакомил с достижениями ученых-медиков, которым удалось достичь весьма серьезных успехов в части восстановления здоровья травмированных лошадей и реанимирования генофонда белых барсов. Напомним также, что Казанский федеральный университет выиграл мегагрант правительства Российской Федерации. У наших ученых университета есть технологии утилизации отходов производства и животноводства с получением удобрения нового типа на основе пероугля для повышения урожайности растений, улучшения качества почв. С учетом того, что вскоре все птицефермы и предприятия животноводства вынуждены будут платить огромные платежи за утилизацию отходов производства, эти технологии, разработанные в университете, могут реально помочь бизнесу не только избежать будущих затрат, но еще дают шанс заработать на экологичных удобрениях. Впрочем, более подробно и обстоятельно смотрите в нашем репортаже. Казанский федеральный университет посетил заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов. Гостя встречал ректора Ильшат Гафуров, а также проректора Казанского федерального университета. Визит начался с посещения Института фундаментальной медицины и биологии, а именно научно-образовательного центра фармацевтики. Марата Ахметова ознакомили с работой ученых в направлении медицины животных. Так, например, ему рассказали о разработках специалистов университета, которые поставили на ноги лошадь серьезной травмой в кратчайшие сроки. Также министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан посетил лабораторию Института экологии и природы пользования Казанского федерального университета и ознакомился с разработками ученых в направлении сельского хозяйства. После обхода здания университета состоялся семинар о перспективах развития сельскохозяйственной науки в КФУ. На ней ректор Ильшат Гафуров рассказал гостю о структуре университета и взаимодействии его подразделений. Казанский федеральный университет выиграл грант на создание технологии по переработке отходов животноводства. Размер гранта составляет 375 миллионов рублей на три года, где часть инвестирует индустриальный партнер. Им стала компания «Заинский сахар» – одна из самых мощных производственных площадок в России. В животноводстве, в птицеводстве образуется огромное количество отходов, такие как навоз крупного рогатого скота, куриный помет. Мы знаем, как перерабатывать эти отходы биологическими способами. Их можно компостировать, получая нетрадиционное удобрение – компост. Их можно анаэробно сбраживать, получая дегистат. Эти методы очень хороши с точки зрения их воздействия на окружающую среду. Они ее не разрушают. Здесь используются микроорганизмы, которые живут в окружающей среде. Но есть недостаток у этих методов. Они достаточно длительные. Принимая во внимание огромные объемы образующихся отходов, например, птицеводства и животноводства, требуются большие площади и много времени для того, чтобы этими способами их переработать. Более того, проблема отягощена тем, что два года назад изменилось законодательство. И вот эти отходы, которые мы всегда считали удобрением, теперь относятся к категории отходов, за образование и за хранение которых предприятие обязано платить государству. Исходя из того, что таких отходов накоплено огромное количество, платежи эти холдингами, фермерскими хозяйствами будут осуществляться огромные, в ряде случаев просто неподъемные для хозяйства. Поэтому мы в данном проекте предлагаем другое решение. Мы предлагаем производить пиролиз этих отходов с получением так называемого пироугля. Что такое пиролиз? Пиролиз – это термическая обработка отходов без кислородных условий. Эта установка собрана сотрудниками Федерального университета. Она предназначена для переработки куриного помета. Ну, можно другие отходы, но все-таки первоначально куриного помета. Ее особенность состоит в том, что эта установка работает в режиме слова, так называемого, пиролиза. И она является установкой роторного типа. При пиролизе не происходит полного сжигания органического вещества. То есть в этом пироугле остается, ну, и понятно, что и калий, и фосфор, которые необходимы растениям, но еще остается большое количество углерода и азота. И в то же время получающийся пироуголь не пахнет. Пироуголь представляет из себя уже отход гораздо меньшего класса опасности. То есть он менее опасен, чем исходный. Куриный помет вот этот вот пироуголь. И плюс ко всему этот пироуголь является прекрасным также удобрением. В эту реторту загружается исходный материал. Далее реторта вращается на очень медленной скорости. В печи, в камере в основной, достигается температура 400 градусов. Далее газы уходят в камеру дожига для экологических норм. А в самой реторте происходит нагревание без кислорода, что позволяет получить нужный нам качественный продукт. В дальнейшем мы планируем развивать свое направление в сторону создания установок по непрерывному процессу пиролиза. Потому что навозов и пометов образуется огромное количество. По установкам, в установках, основанных на загрузке и выгрузке, мы не можем обеспечить пиролиз такого количества помета. Поэтому нужно создавать установки, в которые бы помет подавался непрерывно, и непрерывно получался бы пироуголь. В этом случае мы можем обеспечить предприятие технологией, которая бы позволяла полностью утилизировать вот этот вот помет, переводя его в пироуголь, вот это нетрадиционное удобрение. Полученное удобрение пироуголь уже прошло полевые испытания, доказав свою эффективность. Если мы выращиваем на почве без каких-либо удобрений, у нас получается у очменя, если я не ошибаюсь, 16 центнеров с гектара. Если мы выращиваем с минеральными удобрениями 21 центнер гектара. Если мы выращиваем с первым углем, у нас получается 26 центнеров с гектара. В будущем планируется испытание на больших полях. Казанский университет является одним из первых в России, использующих пиролиз для обработки куриного помета. В мире для такой обработки используют сушку отходов. Однако пиролиз является более эффективным, поскольку сушка решает не все проблемы, которые могут возникнуть при применении. В отходах содержится множество вредных элементов для человека. Естественно, антибиотики – это органические вещества, они разлагаются при пиролизе, и здесь, конечно, нет антибиотиков. Но в принципе, проблема антибиотиков, хорошо, что вы спросили. Это одна из прям кошмарнейших проблем, которые есть у нас в России и во всем мире. Вы знаете о том, что птицу и крупный рогатый скот пичкают буквально антибиотиками, причем не только для того, чтобы животные не болели, но для наращивания их массы. Далее эти антибиотики в организме усваиваются 20-30% этих антибиотиков. 70% выходит из животных с экскрементами из птицы. Вот эти навозы, пометы, они все обогащены антибиотиками, и самое страшное, что они обогащены бактериями, которые располагают гены неустойчивости к антибиотикам. Если мы эти необработанные навозы или пометы выносим на поля, гены устойчивости к антибиотикам начинают активно распространяться, передаваться бактериям просто почвенным, которые никогда с животными не соприкасались. Если человек дышит воздухом или съел немытую морковку, плохо помытую, в которых есть бактерии с этими генами устойчивости, он гены устойчивости переносит в себе в организм. Генная устойчивость сыграет свою роль при болезнях, поскольку лекарства перестанут быть эффективными при лечении. К агронауке общество развернулось наконец-то лицом. Они поняли, что методами экстенсивного земледелия нам не достичь тех результатов, о которых мы хотим. То есть, может быть, мы можем обеспечить народ продовольствием, но это продовольствие не будет нужного качества. Еще обращаю ваше внимание и на этот момент, о том, что использование минеральных удобрений, пестицидов, оно ведет к тому, что продукция будет содержать эти вещества. Все больше внимания обращается на производство продукции с маркой «Органик», органическое земледелие. Органическое земледелие – это земледелие, в котором не применяются минеральные удобрения и пестициды, и, соответственно, продукция не содержит этих веществ, ну и плюс ко всему не содержит антибиотиков. Так вот, то, что я сказала, что и к агронауке повернулись лицом, подтверждением этому являются и выигранные гранты. Четыре года назад мы выиграли грант в федеральной целевой программе, маленький, не такого объема, он был всего лишь на три года на 20 миллионов рублей, и это было наше начало. По переработке сельскохозяйственных отходов, отходов растений и водства, да, мы смотрели методы компостирования, мы смотрели, как можно сделать эти компосты, так, как можно сделать компосты, чтобы они обладали лечебными свойствами для растений, то есть так называемые супрессивные компосты. Дальше мы выиграли вот этот вот большой грант, а в прошлом году мы выиграли грант фонда РФФИ, Российский фонд фундаментальных исследований, который посвящен переработке куриного помета, то есть разработке технологий такой переработки, с тем, чтобы компосты уже не содержали антибиотики, о которых вы говорили, и самое главное, геноустойчивости к антибиотикам. Сельское хозяйство в России на подъеме. На сегодня это самая динамичная отрасль в стране, как бы странно это для многих не звучало. Наш коллега Рустам Вафин, как всегда, имеет свой взгляд на все происходящее, в том числе и на развитие российского сельского хозяйства. А в Казанском университете очередной именинник. На сей раз это Институт экологии и природопользования. Разработанным этим институтом технология переработки биоотходов птицефермы животноводческих комплексов получила поддержку правительства Российской Федерации. Поддержку в форме мегагранта в размере 370 миллионов рублей. Суть технологии термическая обработка биоотходов, и это, в первую очередь, помет в бескислородной среде. Так называемый пиролиз. Получение из помета пиролизного угля. Уголь этот богат азотными и фосфорными соединениями. Другими словами, из него получается отличное удобрение. Кроме того, побочным продуктом такой обработки является биотопливо, которое также идет на подогрев установки, снижая энергетические затраты технологии. Надо понимать, почему руководство страны так заинтересовало с разработкой казанских ученых-экологов. Аграрный сектор – одно из немногих направлений, где идеи русского экономического чучхе, официально именуемые программой импортозамещения, по-настоящему выстрелили. В последние годы рост в этом секторе достигал двухзначных процентов, чему способствовало обесценивание рубля, запрет на ввоз импортных продуктов, а также масштабное бюджетное субсидирование агропрома. Наряду с нефтем и газом Россия превратилась в крупного экспортера продовольствия, и не только по зерновым, традиционным зерновым, но и по мясной птицевойческой продукции. В частности, новым рынком стал Китай, и богатейшее население этого государства стремительно переходит на высококалорийное мясное меню. Кстати, в Китае уже вынужден вводить ограничения на поставку из России, например, куриных лап. История почти комичная, суп из куриных лап в традиционный китайский деликатес, а у нас здесь эти лапки едва ли считаются отходами птицеводства. И ушлые российские птицепромышленники стали сбывать эти отходы, в кавычках, в Поднебесную, ломая цены на их деликатес. Но у бурного роста отечественного агропрома оказалась обратная сторона в виде столь же бурного роста отходов, в первую очередь агрессивных биоотходов птицеводства и животноводства. Традиционные методы утилизации путем вывоза и хранения в отстойниках справятся с такими объемами уже не в состоянии. Старые отстойники переполнены, строительство новых требует значительных капиталовложений, добавьте сюда экологические риски и невыносимую вонь. Кроме того, отстойники занимают огромные площади, которые выводятся из хозяйственного оборота, а срок переработки отходов в них чрезвычайно высок, а слишком долго это. Правительство России всячески стимулирует аграриев к переходу на новые технологии, утилизации отходов. Меды этого стимулирования тоже традиционные, это кнут. Так уже в этом году птицеводам и животноводам было обещано дополнительные сборы на хранение отходов и беспощадные штрафы. Но в итоге от сборов и штрафов ввод их отложили пока на год, по той простой причине, что альтернативных технологий утилизации отечественный рынок пока не готов предложить. Собственно, именно поэтому такое внимание было оказано проекту Института экологии и природопользования Казанского университета. Внимание, щедрое финансирование. Онкология – это страшный диагноз. Во всем мире пытаются справиться с этой бедой. На днях все СМИ республики были взбудоражены цифрами, которые привел министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. В Татарстане более 110 тысяч человек, или каждый 35-й житель республики страдает от злокачественных новообразований. Ежегодно в республике выявляется более 16 тысяч случаев этого заболевания. Казанский федеральный университет ведет огромный пласт исследований, связанных с онкологическими заболеваниями, в том числе и с применением стволовых клеток. Медицинский геномный центр Казанского университета вплотную занимается исследованиями наследственных мутаций, приводящих к онкологическим заболеваниям. Ведется подбор лекарственных препаратов на основе генетических тестов. Здесь создана крупнейшая база данных в СНГ наследственных онкологических мутаций. В Татарстане более 110 тысяч человек, или каждый 35-й житель республики, страдает от злокачественных образований. Ежегодно выявляется более 16 тысяч случаев этого заболевания, сообщает глава Минздрава РТ Марат Садыков. Подобной ситуации Казанский федеральный университет не может остаться в стороне. В Казанском университете создан институт фундаментальной медицины и биологии, на базе которого проводятся прорывные исследования, не побоюсь этого слова, в области диагностики, ранней, сверхранней диагностики, на основе геномных данных, на основе клетчатых технологий. И накоплен огромный потенциал в фундаментальных и прикладных исследованиях в области биомедицины. Медицинский геномный центр представляет собой научно-исследовательскую лабораторию, занимающуюся трансляционными геномными исследованиями. Здесь исследуются наследственные мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям, ведется подбор лекарственных препаратов на основе генетических тестов. Важно и то, что в данной лаборатории создана крупнейшая база данных в СНГ наследственных онкологических мутаций. На Волково-18 располагается наш медицинский геномный центр. Там есть и научная лаборатория, которая занимается трансляционными геномными исследованиями, оснащенные секвенаторами последнего поколения. Там мы исследуем наследственные мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям. Также в Казанском университете ведутся исследования в направлении индивидуального подбора лекарственных препаратов в рамках прецизионной медицины. Огромный плац исследований связан с онкологическими заболеваниями, в том числе с применением стволовых клеток. К сожалению, сегодня все яснее становится, что генетические различия людей, живущих в разных концах света, не позволяют нам создать единую панацею от онкологии для всего человечества, и зачастую те препараты, которые давно испытаны и работают за рубежом, не могут быть использованы для лечения местного населения. В том числе поэтому осенью 2018 года в КФУ прошла конференция «Постгеном-2018», на которой Казанский университет создал платформу для обсуждения проблем онкологии со специалистами со всего мира. Вся внутренняя медицина сейчас находится в ситуации, когда она должна быть пересмотрена с точки зрения работы клеток регуляторов. Хочу настоять на этом, показав пример. У нас есть такое заболевание в онкологии, которое называется хронический милолейкоз. Ему давно была известна филографийская хромосома, которая была диагностирована американцами. Это заболевание абсолютно смертельное. Чем бы его не лечили, заканчивалось смертью. До тех пор, пока не был установлен молекулярный дефект. BCR-ABLE дефект, в рамках которого были реализованы несколько клинических проявлений этого заболевания. Но самое главное, был предложен ингибитор тирозенкиназы, выполняющий функции соединения этого звена. Как только он был обнаружен и только появился, и он появился в виде таблеток, и пациенты стали получать таблетки. Вся клиника, которую мы неистово лечили, используя химиопрепараты, цитоферез, хирургические методы лечения, трансплантацию костного мозга, отпал сам по себе, потому что оказалось, что как только найдена конкретная причина дефекта, можно достичь молекулярной ремиссии амбулаторно, получая этот препарат, все остальное уходит. Так же уйдет и все другие заболевания, когда мы достигнем медицинского и биологического счастья, установив для каждого человека его персонифицированный дефект, которому может быть предложена терапевтическая опция. На днях министр здравоохранения Республики Татарстан назвал ужасающие цифры по заболеванию раком. По его словам, каждый 35-й житель Республики имеет злокачественное заболевание, что является одной из главных причин высокой смертности среди населения. С такой заболеваемостью необходимо бороться, используя все достижения современной науки, в том числе и генетические. Минздрав Татарстана планирует переоснастить республиканский клинический онкологический диспансер, на базе которого предполагается организовать межрегиональный центр по генетическим методам исследования заболевания. Фарминдустрия активно развивается. Назначение тех или иных препаратов возможно только после проведения генетических тестов. Сегодня генетические исследования проводятся и в КФУ на базе Института фундаментальной медицины и биологии. Наши ученые проводят исследования генетического разнообразия всего населения, проживающего на территории Республики Татарстан. И это нужно в первую очередь для разработки новых методов диагностики и лечения заболеваний. Все дело в том, что лекарства, которые разрабатываются в Америке и Европе, созданы для местного населения тех стран. Наши жители имеют другой генотип. Разные народы будут иначе реагировать на один и тот же лекарственный препарат. Поэтому важно знать генетические особенности населения, чтобы предсказать и правильно назначать лекарственные препараты. Исследование генома населения Республики важно и для диагностики наследственных заболеваний. Уже сейчас работы КФУ показали, что в нашей популяции есть наследственные мутации, неописанные в мировой литературе, которые приводят к развитию онкологических заболеваний. И зарубежные методы тестирования не всегда правильно диагностировали в нашей популяции эти заболевания. Например, КФУ совместно с Республиканским клиническим онкологическим диспансером тестировал женщин, страдающих раком молочной железы. Диагноз в нашей клинике был поставлен, а зарубежные тесты не показывают наличие мутации. Когда же ученые КФУ на более глубоком геномном уровне взглянули на гены, то обнаружили мутации на других участках гена. А ранее выявление мутации – ключ к лечению рака. Так что от этих исследований будет зависеть эффективность нашей системы здравоохранения в будущем. Продолжая тему медицины, здравоохранение будет уместно, я думаю, вспомнить недавно прошедшее итоговое заседание коллегии Минздрава Республики с участием президента Татарстана Рустама Миниханова. Безусловно, оно не могло пройти и без участия КФУ. Ректор Ильшат Гафуров представил президенту Татарстана новые наработки в области цифровых образовательных технологий в медицинском направлении. В Академии наук Республики Татарстан состоялось итоговое заседание коллегии Минздрава Республики с участием президента Татарстана Рустама Миниханова. Ректор КФУ Ильшат Гафуров презентовал Рустаму Миниханову систему виртуальной хирургической операционной, с помощью которой будущие хирурги смогут проходить подготовку благодаря технологиям виртуальной реальности. В ходе объединения возможностей двух институтов КФУ, Института фундаментальной медицины и биологии и Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем, специалисты создали инновационную методику обучения хирургическим навыкам с использованием технологии виртуальной реальности, технологии фиксации движения рук, с получением обратной связи в формате высокореалистичного 3D-тренажера. Казанский университет уже несколько лет внедряет в образование новые элементы, связанные с цифровизацией. Так, например, симуляционный центр КФУ оснащен различными инструментами для лучшего усвоения процесса обучения, включая модели травм и заболеваний. По опыту КФУ, японский университет Джунтенда решил создать уже свой симуляционный центр. Казанский федеральный университет является частью системы здравоохранения Татарстана, имея в составе университетскую клинику, которая не только оказывает медицинскую помощь населению, но и уделяет особое внимание обучению студентов-медиков. На этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели программу «Контекст» телеканала «Универ ТВ». Всего доброго. Вел программу Ильдар Каримов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин